доброе утро дорогие друзья ну что сегодня встречаемся у камина сегодня уже 17 по моему ноября около 7 утра уже на улице светло и наверное поэтому лучше как-то воспринимает камера картинка покрасивее я там вставлю вам кусочек видео которое я вчера снимала вечером и не очень хорошая картинка была дана и сейчас не то что я вижу глаза очень красиво монтон монументально как они говорят камин вырос прямо из стены на камере он какой-то маленький вчера анечка была в гостях и в общем мы сидели здесь пили чайок и балдели действительно балдели сегодня утром я уже тоже здесь выпила чашечку кофе и это полный релакс вот вы видите я развернула кресло тем более кресло с таким качающимся механизмом просто сидишь смотришь и релаксируешь конечно же сюда вот прям просится кресло качалка но если здесь ее ставить тогда это кресло конечно же нужно убирать поэтому тут палка двух концах а в принципе мне как вот компьютерное кресло но и не надо в принципе можно поставить стул который я восстановила вот вот этот допустим если мне нужно будет шить на машинке что-то и достаточно может быть еще задумаясь о кресле качалки хотя в принципе анечка говорит мам ты так хорошо сделала вот этот чехол на кресло и из коврика она такое пушистое мягкое ну прям в тему этого нашего камина сейчас включу свет вот здесь смотрите куда я придумала класть пульт нажимают коты прыгают пульт лежал и на камине и на столе вот там я клала прихожу свет включен они прыгают на пульт нажимают и свет включается вот одним движением я включила свет значит вот эти ну так скажем наличники или пусть это будут молдинги я клею на клей титан прям мазала с той стороны и все это дело клеила на титан вот заборчик здесь еще не прикреплен его нужно еще покрасить я краса красила обычно видите вот там белая не прокрашена ну в общем здесь один раз всего я покрасила краской который мы красили фронтоны на улице крышу темно-коричневый цвет как раз вот прям очень хорошо подходит под цвет вот этих наличников в камине но еще разочек нужно покрасить может быть куплю баллончиком может быть сэкономлю баллончик сейчас тоже 170 260 рублей я имею ввиду краска может быть еще отважусь и покрашу еще разочек этой краской уж больно она вонючая я красила на улице она густая сейчас уже морозится у нас такой ну небольшой минус 2 где-то может быть минус 4 но все равно краска густая плохо красить а в доме слишком воняет сутки у меня сох этот заборчик в сарае забрала в общем ну не сохнет занесла в дом и вот после суток он ну прям воняет краска в общем не знаю может быть еще раз покрашу и все-таки сколько будет сохнуть столько и будет положу его в сарай сушить и надо будет подумать вот здесь с креплениями как этот заборчик сюда вот так прикрепить можно в принципе без него но с ним вот как будто его сейчас не хватает правда вот прям хочется него поставить вот пока здесь вот такой антураж пока сох пол этом в следующем в кусочке видео вам буду говорить вот а вообще конечно пока положу сюда березовые дровишки вот эти помытые дровишки пока лежат здесь пока сох камин но перебазируется в камин мне кажется с ними ну намного как-то уютнее что ли хотя и этот декор тоже хорошо на мой взгляд сюда подходит и друзья возникла у меня мысль знаете что я хочу сделать вот сюда хочется связать навязать снежинок вот вам и будет вязание вот вам еще одна идейка хочется навязать снежинок накрахмалить их чтобы они ну такие были упругие надо еще будет узнать как это дело делается чтобы они прям колом стояли разных размеров наверно больше меньше и вот так вот на разной высоте на ниточке выше ниже вот так выше ниже прикрепить сюда к столешнице может быть даже просто какой-то кнопкой они же будут легкие чтобы потом это можно было убрать не круглый живот у нас будет новый год смотрите что у нас творится у нас здесь гонки у нас здесь гонки игры а вот почему снежинки коричневого цвета но потому что они будут сливаться с камином ой не будут сливаться с камином если связать белое то это будет ну будут сливаться и это будет некрасиво а вот такая идейка у меня возникла я думаю что будет ну великолепно смотреться здесь снежиночки как украшение к новому году ну и тема для будущих роликов может быть разных видов их связать как вам такая идейка напишите пожалуйста в комментариях но и новый год мы же должны что-то связать к новому году красивенькое вот показываю вам ракурс камина когда я сижу на диване вот здесь коврик это наш угловой диван а вот такой вот ракурс и знаете друзья вот все таки правильное место здесь этому камину почему потому что камин предполагает кресло диван чтобы можно было сесть или на крайняк стол который вот здесь стоит и чтобы на это дело смотреть в спальне у меня нет кроме кровати но вот чтобы так вот посидеть расслабиться расслабить спинку ножки но это только лежа на кровати если я бы лежала на кровати я бы не видела естественно вот всей красоты вот этого камина поэтому все таки это место правильное и все хорошо друзья всему свое место и ножки не пришлось приделывать комоду хотя я и не собиралась это делать но это было бы очень очень некрасиво так что камин вырос из стены думаю что это очень быстро он как бы построил всех создался просто во времени это растянулась я занималась там другими делами поэтому ну немножко долго по времени потому что я им не занималась а так если купить пеноплекс все это дело вырезать за штукатурите то это займет ну не знаю ну один день вырезали там склеили смонтировали камин второй день штукатурили третий день покрасили ну я думаю дня 4 за дня 4 точно можно управиться ну и пятый день это уже монтаж камин к вашей стене неделька скажем так и у вас может появиться вот такое красивое чудо так что друзья не бойтесь делать вещи вещи именно вещи с вашими руками своими ручками в которых ваша энергетика которую вы вкладываете в эту вещь и я думаю что вот не так уж и дорого 5000 где-то обошелся этот наш камин я потом все четко посчитаю скажу точную сумму ну где-то порядка около 5000 если это посчитать все 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 вот и вот такой красавец родился и вы нигде не найдете такого камина это индивидуальное творение творение ваших моих рук и которая будет украшать ваш дом вот очень уютно стало как будто он здесь был все время ну и потом это символ уюта символ домашнего очага и конечно же я во все это верю так что это камин будет нести в наш дом только хорошее так что еще хотела рассказать вам что то может быть упустила по поводу этого камина про размеры если интересно я сниму замеряю весь все размеры но приблизительно сейчас могу сказать что ширина камина если вот от этого угла и до конца где-то метр два нижняя часть больше значит 5 5 10 10 20 но где-то метр двадцать метр двадцать это если считать по нижнюю краю по нижней платформе камина но и вот здесь вот 20 сантиметров ширина вот этой колонны здесь вы можете конечно сами выше ниже опускать вот эту топку это все на ваше усмотрение можно сделать круглую топку как люди делают вот так что вот такой красавицы вы мне там писали лена не нужно было этот камин утопку красить это же камин не надо было красить кирпичики нет друзья это смотрелось некрасиво кирпичики кирпичики вообще даже не загрунтованные когда я их выливала да и там были клей которым я ну приклеивала кирпичики к стене это смотрелось некрасиво поэтому покрашенные кирпичики да конечно они белые ну мне так нравится обязательно нужно было их покрасить красила я фасадной краской которую лёшик привозил а второй слой он немножко поблескивает это вот так краска которая называется сейчас найду скажу уже забыла которая называется далее вот это уже финишный слой я ей здесь тоже хотя здесь и не видно что поблескивает но он такой стал гладенький ею тоже слегонца покрыла весь камин то есть сначала фасадная краска потом вот эта краска далее на улице становится светлее и картинка меняется очень красиво это все друзья смотрится да не сказала про столешницу столешницу лёшик покупал в леруа мерле она в длину была метр девяносто и он там в этом магазине там есть услуга разреза он разрезал ее нужной длины метр два там сантиметра по моему так а остальные 70 сантиметров это будет полочка которая будет красоваться вот здесь вот прям место для этой полочки здесь я также ее про крашу морилочкой вот это и есть к этой полке кронштейны я вам их уже показывала но вот покажу еще это будет смотреться как-то вот так такая же полка такой же ширины в общем отрезанная от столешницы так а если другой стороной вот или они одинаковые ну в общем вот такая полочка от столешницы останется и будет висеть вот там на стеночке значит стоило это столешница или это вообще подоконник это подоконник 1300 рублей это наверное самая дорогая деталь из камина пеноплекс недорого по моему 300 рублей лист ушло 4 листа ну и там морилка ну в общем посчитаю я все расходы но где-то около 5000 рублей в сумме и получается вот такая сказка у вас дома на улицу у нас зима говорят первый снег тает но наш почему-то не расставил такой легкий морозит срываются снежинки легкий такой ленивый снежок ну а я пойду поставлю еще чайничек уже первый кофе я выпила мне одной чашки как правило не хватает пойду поставлю еще чайничек и попью кофейку возле камина ну что друзья камин почти готов снимаю буквально маленький кусочек видео вечером прикрепила я здесь вот эти наличники покрасила их решетка это не совсем еще готова и еще ее нужно один раз покрасить может быть завтра куплю баллончик с краской еще один раз пройдусь и здесь уже все покрашена плиточка покрашена пока дровишки не кладу потому что вот здесь пол камина не очень хорошо высох поэтому украсила пока так сейчас выключу свет посмотрите как это смотрится без света верхнего я имею ввиду в общем такой классический камин осталось вот здесь сделать прикрепить такой плинтус потолочный продается он сюда подойдет но его еще нужно купить если интересны размеры пишите мне об этом все замерю и скажу обошелся камин порядка около 5000 рублей если посчитать вообще все 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 затраты конечно не считая свой труд вот такой классический очень красивый камин вот еще когда близко еще кое-как передается вся прелесть вся красота вот этого света но как только я отдаляюсь сразу появляются какие-то блики но все равно тем не менее попробую еще снять утром может быть утром будет получше картинка они у меня в гостях обалдела вообще от этого камина и говорит что мама видео вообще не передает всей красоты то что видит наш глаз то есть либо у меня какая-то маломощная камера что скорее всего на его конечно же это намного красивее смотрится в общем я довольна результатом осталось я еще раз повторюсь прикрепить вот здесь вот этот потолочный плинтус и будет все очень очень красиво аня говорит как будто здесь он и был сейчас с этой стороны покажу так это выглядит ну что друзья давайте сделаем новый антураж подкинем дровишек в нашу топку вот смотрите обычная лампа но желательно выбрать лампу с теплым светом и вот так вот сейчас мы сделаем просто уникальный светильник для нашего камина из натуральных нерезовых дровишек чем больше мы подбрасываем дровишек тем наш свет становится менее навязчивым можно оставить вот так мне так хочется чтобы вот эта березовая перезовая частью прям вот чтобы на лицо было сейчас все сделаем все сделаем ну просто хорошо это не очень удобно ну я постараюсь это же прям какое-то знаете таинство это все делать вот наш волшебный сарай еще и подарил березовые дровишки посмотрите какая же красота очень красиво сейчас еще мы заслоночку поставим я его прикреплю конечно же я найду выход и посмотрите как же красиво это сводится но это просто какая-то семейная сказка красиво очень красиво и и